здравствуйте дорогие мои садоводы огородники я вас приветствую у меня в гостях и сегодня я уже наконец-то нашла время и в принципе подрос мой гелиотроп вот мы сажали с вами гелиотроп значит 30 января вместе с дербейником я вам гербейник тоже покажу буду пересаживать уже на завтра сегодня не смогу тут все у меня вместе посажена вот он уже подрос вот такой большой здесь где он был гранул как я посадила 5 гранул 5 гранулки вышла здесь были две гранулки ну и 1 2 такой маленький не знаю пусть стоит здесь вырастет хорошо нет и ладно у меня есть покупала гранулах в одном пакете покупала россыпи россыпи смотрите как здорово тоже видите какой пучок большой вот а здесь от граммов тоже схожесть неплохая вот разная фирма была ну и что мы будем делать прежде тем чем мы будем наши наш гелиотроп пересаживать нам нужно полить будет обязательно для того чтобы было легко и чтобы вытащить его и не повредить наши корешочки и показываю вам опять же как всегда делаем луночки проливаем его крепким раствором марганца обязательно это мы делаем и берем вот так вот чем не но вы можете ложечкой не взять на вот этой такой вот не знаю как она называется палочка что ли такая какая-то я поддеваю фискспрасе купила и мне очень понравилось гелиотропчики обсажу по одному и вот тут рядышком у каждого есть по одному маленькому пусть вместе с ними растет и аккуратненько сильно тоже не заглубляя мы с вами вот так вот сажали вот ничего тут особенного нет сажаем пересаживаем все также как и те другие мы сажали цветы вот поэтому не надо бояться ничего сложного нет главное сильно не придавливать аккуратненько чтобы и не заглублять вот и все вот так вот берем смотрите саженцы видите мы берем обязательно за верхнюю часть дали за зеленые листву видите смотрите сколько уже листиков у него такой кустистый из и прямо по три-четыре пазуха уже вот открываются это вообще и корень какой большой смотрите какая прелесть да что ты никак в руке не будет держаться я вам сейчас поближе покажу его чтобы вы могли видеть вот видите видите какой лохматенький такой хорошенький кустик очень хорошо развились вот те что россыпью прям даже очень хорошо посажены ведь были один раз а эти где посажены гранули одновременно были посажены а эти гранулированные как бы не так разбились как эти эти хорошо развелись и И так сажаем дальше. Потихонечку, не торопясь, мы сажаем его аккуратненько. Тут никаких особенно таких вот прям нету в этом трудностей. Аккуратненько. Просто как все сажаем мы, так и сажаем гелиотроп. Не надо сильно нажимать, ни в коем случае. И так он хорошо примется. Слегка вот так пальчиком. Никак не могу работать в перчатках. Но никак не могу работать. Все свои руки испортила. Вот. Тут жалко мелких много. Не знаю, что из них будет. Тоже видите, схожесть какая. Есть какие пораньше сходят, есть какие попозже. Не недружная схожесть. Ну и ладно. Ничего страшного. Мне хватает его как бы прилично. Так много тоже куда его. Вот. Это замечательное растение. Оно пахнет. Там, где оно у вас будет расти, такой запах. Это растение духи. Вот. Она относится к ароматным цветам. Я сажала его возле беседки. Вечерком пройтись. Это просто не передать вам, какой запах был в этом месте. То есть его очень хорошо посадить там, где вы отдыхаете, у зоны отдыха. Очень хорошо будет расти. Вот так. Ну и вот сюда, вот на это место, поскольку я пролила этим раствором марганца, я вот отсюда тоже парочку этих вот подружаек сюда пересажу. Вот так. Чтобы там не было густо. А тут пусто. Вот так вот. Вот такая красота. Все. Я думаю, мне столько хватит. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать и три маленьких четырнадцати. Три маленьких, если они у меня тут. Нет, я вот сюда вот, пожалуй, вот эту уберу, чтобы уже было так. Как бы все в унисончик, красиво. Вот так. Вот таким образом. Мне столько растений хватит. Видите, он у меня посыпанный этим песочком. И вот я тоже сюда посыплю песочек. Земелька у меня с вермакулитом. Очень вам советую. Это хорошая такая добавочка. Она спасет ваше растение от многого заболеваний никаких не будет у вашего растения. Не будет плесени. Вот. Не будет мха. Никаких болячек не будет. И в то же время, очень хороший эффект. Собирает, держит водичку, когда нужно отдает растение. И когда вы перельете, он возьмет себя. То есть, видите, как здорово. Если перельете, то ничего страшного. Вермакулит в себя возьмет, эту водичку. И когда будет потом вот не хватать водички нашим растенницам, вермакулит отдаст корешкам. Так что все замечательно. Вот таких вот, он беленьких таких. Крану, как я уж показываю, не буду во всех видео показывать. И так уж ругается. Говорит, одно и то же показываю и говорю. Ну и все. Наш гелиотропчик посажен. Сегодня 24 февраля. Мы пересаживаем с вами гелиотроп. Он, я считаю, что развился здорово. Вот уже где по два, по три. Уже здесь получается, здесь вот два настоящих листочка, а здесь уже третье. То есть, какой как. А тут вообще вот такие маленькие. То есть, он так вот развивается. И те разы, те года я сажала точно так же. Никакой разницы. Но он вот так вот постоит день-два, а потом очень хорошо начинает расти. Набирает такой вот рост быстрый. И мне очень нравится. И после этого, как всегда, эпинчик, вернее энергинчик. Эпином уже мы не поливаем. Эпин нам, он действует как, как вам сказать, для того, чтобы схожесть была хорошая. Вот, дает схожесть хорошим нашим семянам. А энергенчик, он совершенно для другого. Я вам уже говорила, что это против болезни. И, кстати, тоже очень хорошо, я вам читала на последнем примечании, что помогает от плесени тоже, от всяких заболеваний. Снимает стрессы наши растения при пересадке. Вот. И очень хороший урожай. И я потом, в будущем, буду по листочкам прыскать тоже энергенчиком. И смотрите, мы вот так вот делаем. Вот. Не надо много, чтобы вы смыли растение. Чуть-чуть по краям я уже показывала. Смотрите, пожалуйста, внимательнее. Вот так. Немного. Вот так вот. Пару раз так пройдитесь. И все. Вот. И все. Никаких проблем нет. Раз. И готово. Значит, мы энергенчиком на пол-литровую баночку 2 капли. Если чуть больше капните, ничего страшного. А то мне спрашивают, я уже сразу говорю. Ничего страшного. Ну, следите внимательно. И, конечно же, раствор горячий с марганцем. На глаз, потому что спрашивают, на глаз. Просто смотрите, клетки чуть-чуть подсыпайте. Наливайте горячую воду. Ничего страшного, если вы возьмете в кране водичку. Горячую, горячую. Самая горячая, которая есть у вас в кране. Откройте, пусть прольется. И из крана наберете. Ничего страшного. Я это делаю. Потому что вы разбавляете энергию. Вернее, марганец. Марганец все убьет там. Мне написали, что я из крана не беру водичку, а отстойную. Отстойной водичкой мы поливаем. Естественно, все растения. У меня вот в баклажках стоят там. Я вам покажу. И я поливаю отстойной водой. Но здесь мы дезинфицируем земельку. У нас есть марганец, который сам к себе дезинфицирует почву. Поэтому не бойтесь такую водичку брать. Она стерильна. Можно сказать, марганец тут всю свою работу делает. Во-первых, марганец это еще и удобрение. Ну что же, все. В дальнейшем дальше мы будем с вами... Гербейник я буду обязательно. Потому что он уже подошел хорошо. Значит, гвоздику турецкую. Там шабо-гвоздику. Уже она на подготовке. Я буду ее, значит, пересаживать. Тут вот у меня, я вам показывала. Поздно посадила петонечку. Она такая красивая. Прям поздно. Солососевая я купила. Просто не устояла я в Ашане. Такой красивый цвет. И обратите внимание, они буквально все вышли. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот здесь вот маленькая девять. Девять семян вот было. Написано было, что пять семян. А на самом деле аж девять было. Ну это тут маленькая. Не знаю, разобьется или нет. Ерунда. А это вот у меня гвоздичка пышная. Вот это негритенок-то этот. Черный такая я вам показывала. Видите, они... Вот их как пересаживают. Видите, какие они маленькие здесь. У нее тоже такая схожесть. Она постепенно всходит в семена. Недружная схожесть. И вот торопиться их... Я почему и говорю, что их не надо торопиться пересаживать. Потому что они еще, видите, всходят. Видите, сколько вот здесь очень много еще детенышей. Ну у меня вот ее здесь много. Так что мне уж пора ее куда ее так много. Эти маленькие я собираю в пучочек обычно. И сажаю. Они принимаются здорово. И растут. Просто чуть-чуть они как бы меньше будут. Но заметьте, в грунт все растения, те, которые маленькие, если они принимаются, растут у вас дальше, они в грунте догоняют эти и прекрасно цветут. Ну а если какой не догонит, зацветет позже и будет у вас позже цветок. И я вот, знаете, сейчас покажу вам. Меня многие спрашивали. Ой, куда же я дела? Не пойму, куда дела. Тихо. Нашла. Помните, я вам говорила, кто-то спрашивал у меня, что насчет пустырника. Я поставила его, значит, в холодильник. Семена непосредственно в открытый грунт сеять можно. Но еще есть подзимный посел. И есть, если семенами, то их нужно обязательно, значит, начиная от двух до четырех недель, лежать в холодильнике. А потом вынимаете и это самое, засыпаете земелькой и растет. Очень хорошо. Вот я уже засыпала, вот пустырничек. Засыпала земелькой, все, уже он у меня стоял проклевываться. И здорово он в холодильнике за четыре недели у меня набух. Вот сегодня я его тоже посадила. И потом вот покажу вам его вместе, буду показывать уже как бы с гелиотропом. Потому что я не знаю, как, куда их я много сажаю. Ну, в принципе, я буду вместе показывать все свои растения. Из всех, что я буду сажать, естественно, я не смогу снять все видео. Вот, поэтому я, в общем, буду вам показывать. Если надо будет, я вам расскажу. Очень много цветов растений я буду сажать в теплице. И все вам объясню. Многие сейчас прям просят бархатцы, значит, посадить цинии. Много-много цветов, которые можно посадить в теплице, они замечательно растут. Вот, я сейчас сажаю те семена, которые как бы пораньше требуют посадок. Вот. Их хочется, чтобы раньше они цвели, чтобы сад там колыхался. Все, чтобы было. Потому что у нас погода такая, что высадишь грунт, дожди начинаются, холод. Пока они, это самое, а они теплолюбивые, тем более, если есть растения. Пока они разобьются, то никакого цветения. Много лет подряд были такие, значит, такая была погода, что я уже просто знаю, что буду делать это. Вот, посажу скоро калеус. Меня спрашивали, буду калеус сажать обязательно. Вот у меня таких вот три вида. Купила русский размер, замечательный, до 25 сантиметров. Много больше, значит, из каждого семени, много больше. Гранулируют. То есть, в гранулке помного, значит, будет саженцев. Вот такие. Очень красивые. Ну, это в дербейник будем пересаживать. Он у меня прекрасно вырос, розовый джем. В общем, вот это я вам покажу, потому что, значит, калеус тоже требует раннего посева. Вот, я покажу вам. Он тоже меленький, такой в гранулах. Он тоже как петуния, так же точно сажается. Ну что же, я закругляюсь, по-моему, все вам сказала. Значит, какой уход дальше? Ну, и говорят, что не развивается что-то кормить. Ни в коем случае таких маленьких саженцев не надо кормить. Во-первых, я пересадила в питательную почву. Там все компоненты есть для питания, все микроэлементы. Во-вторых, я полила, значит, энергенчиком. Стресс, как говорится, снят. Ничего уже не надо. Землю пролили мы марганцем. Ничего не надо. Две недели я не поливаю, не подкармлю, вернее, не подкармлю свои только что пересаженные растения. Ничем. Ничем. Через две недели я обязательно вам покажу, что я буду делать. Я энергенчиком по листочкам обязательно опрыскаю. Это и заболеваний не будет никаких. И будут очень хорошие растения, листочки зеленые, масса хорошая будет развиваться. Сейчас нам что нужно нашим растюшкам, чтобы они укоренились, чтобы они дали корень. Пусть они ищут, пусть пускают корни и ищут себе там питание. Не надо нам, чтобы мы могли поливать и развивалась, значит, лесовая масса. Нам нужен корень. Вот и все, мои дорогие. На этом я закругляюсь. Напоминаю вам, что вы были в гостях у Елены. И сегодня, 24 февраля, мы с вами пересаживали гелиотроп. Вот замечательное парфюмерное растение, которое пахнет замечательно в нашем саду. Это, пожалуйста, его можно посадить особенно там, где вы часто отдыхаете. У пруда, у водоема, у беседки, у крылечка, где вы больше находитесь. Это замечательный медонос. Будут у вас пчелки, будут у вас бабочки. Все-все-все. Вот они такие красивые, мои дорогие. Я всегда их встаю и всех глажу. Все-все рассаду. И всегда с ними здороваюсь. Говорю, здравствуйте, мои дорогие. Как вы тут? Как ночь переспали? Как тут выживаете? Ну, в общем, вот так вот общаемся. Я считаю, что это живые эмбриончики. Это живое растение, которым мы дали жизнь. И теперь мы должны заботиться о них, общаться с ними. И они подарят нам хорошее, пышное цветение. Все. На этом пока. Субтитры создавал DimaTorzok.